27 декабря, 33 года назад, начался штурм дворца Амина в Афганистане, в котором принимали участие и бойцы из Самарской области. Так начиналась та война, которая продлилась более 10 лет. В Самаре у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг в честь очередной годовщины ввода советских войск. Слова памяти в материале Ирины Трофимовой. Красные гвоздики, афганские песни и слова родных о том, что не забыли и по-прежнему любят. Этот митинг, посвященный Дню памяти ввода советских войск в Афганистан, начинается у памятника воинам-интернационалистам в центре Самары, чтобы через несколько часов продолжиться уже на кладбище. Самара – одно из первых мест, где появилась традиция вспоминать воинов-афганцев. Неизменно 27 декабря матери, отцы и бывшие сослуживцы встречаются здесь, на кладбище Рубежное, чтобы вспомнить своих солдат, навеки оставшихся молодыми. Пятая линия кладбища всегда полна цветов. На этих памятниках юные лица. Отсюда начинается история пятой линии кладбища Рубежное. Старшего лейтенанта Сергея Константинова изначально похоронили на городском Самарском кладбище. В то время оказывать почести воинам-интернационалистам было не принято. Захоронение трижды подвергалось актам вандализма, после чего мать добилась перезахоронения сына. Сейчас на могилу приходят офицеры и боевые товарищи. Вот сегодня ты общаешься вроде с ним, а завтра его уже нет, он на небесах. А ты остаешься. И казалось бы, вроде всем поровну Бог рассудил. Но ты живой, а он даже по некоторым показаниям может быть и выше, чем ты. Но ушел на небеса. Почти у каждого, кто в этот день здесь, есть своя непридуманная страшная история потери. Лидия Шмелева лишилась сына в 86-м. Вот теперь я к нему хожу. Летом чаще ездию, убираю, цветы свежие приношу. А когда он был живым, он мне всегда дарил цветы, хризантемы. А теперь я привожу и говорю, теперь я тебе буду привозить цветы, когда ты мне дарил. По официальной статистике, на территории Афганистана за время боевых действий в стране погибли почти 14 тысяч человек. Потом итоговая цифра увеличилась. Безвозвратные потери в той войне оцениваются в 26 тысяч погибших. Ирина Трофимова, Виктор Соколов, Новости губернии.